Пожалуй, одна из самых отличительных черт нарцисса — это в том, что они не меняются. Если, например, здорового человека призвать к совести и сказать ему, «Слушай, ну вот здесь ты реально неправ, ты поступаешь плохо», то человек, возможно, впадёт в отрицание какое-то, даже, может быть, в какой-то гнев. Да, ну такое бывает со всеми, но со временем он начинает осознавать и исправляться. Так происходит со здоровыми людьми, потому что все мы ошибаемся, все допускаем ошибки, и это нормально для человека — ошибаться и потом исправляться, признавать свою вину. Нарцисс никогда не признаёт свою вину. Он может раскаяться на показ, когда ему выгодно получить какой-то ресурс, например. Но это всегда неискренне, и внутреннего принятия того, что он неправ, у него никогда не происходит. То есть если даже 10 человек скажут нарциссу, «Ты неправ», «Ты поступил плохо», он будет переводить стрелки на других. Он будет говорить, «Это вы неправы», «Это вы поступаете плохо», и так далее, и тому подобное. То есть нарцисс — это человек, который укоренён в своём зле. Он всё равно будет поступать так, как ему нужно. Он будет идти по головам, он будет поступать так, как ему выгодно. Что не позволено одному, то позволено нарциссу, так скажем. Нарциссы — это люди, которые живут по одному простому принципу. Дают — бери, бьют — беги. Всё, в других у них нет принципов. Какой-то там доброте, справедливости и так далее. Поэтому бесполезно говорить нарциссу, что «Ты неправ», «Ты мне сделал больно», или «Пожалуйста, исправься». Это для него просто ничто, пустой звук. Поэтому с такими людьми отношения невозможно строить и невозможно приходить к каким-то компромиссам. Там никогда не будет точки диалога, будет точка конфликта. Эмпат и нарцисс не должны существовать вместе. То есть если вы видите, что человек — нарцисс, вы должны от него отстраниться, потому что нарцисс — это, грубо говоря, хищник, эмпат — это добыча всегда для нарцисса. Он будет брать от вас то, что ему нужно, и при этом считает, что всё нормально. Это люди без души, без совести, без каких-то мук после того, как они сделают что-то плохое. У них есть чувство стыда, от которого они убегают очень сильно. Поэтому часто бросают своих жертв даже. Бывает, да, что когда они действительно понимают, что поступили плохо, они просто избегают того человека, с которым они поступили плохо. Но это не совесть, как таковая. Это страх того, что тебя будут обличать. То есть у них есть страх, безусловно. А вообще люди, которые поступают плохо, они лишены вот какой-то такой простой радости. Радости, знаете, такое, когда тебе спокойно, ты можешь засыпать ночью, ни о чём не переживать. Поэтому нарциссы сами себя наказывают тем, что они живут в каких-то страхах, так как добывают чаще всего то, что имеют нечестным путём, поступая с людьми, как им вздумается. И не нужно им мстить. Они уже сами себе отомстили вот таким состоянием сердца, это ада. Это был канал Евгения Саженцева. Поехали. Продолжение следует...